Ровно 8.00 по всей стране заработали избирательные участки. Для Бреста условный номер один носит музыкальный колледж. Именно здесь голосует губернатор. Анатолий Лис прибыл на пункт для голосования ровно к открытию. Далее процедура в соответствии с требованиями законодательства. Анатолий Васильевич регистрируется и отправляется в кабинку для голосования. Несколько минут и важный для области и страны выбор губернаторам сделан. Я голос отдавал за конкретного депутата на своем избирательном участке. Естественно, я знаю их обоих. Ну, конечно, прежде всего, голос надо отдавать за тех, которые, на мой взгляд, более опытные, которые имеют опыт практической работы, руководителями работали, предприятиями. Или в других сферах, которые в трудовых коллективах работали, в больших трудовых коллективах. Конечно, у них больше опыта и, наверное, более плодотворно они могут работать. Ну, вместе с тем и молодежь, потому что на наше место должны приходить и молодые. Поэтому, конечно, и молодежи тоже место в парламенте. Я рад, что много молодежи в этом году участвуют, в том числе и по Брестской области. Поэтому это тоже радует. Конечно же, выборы – это мероприятие праздничное, поэтому на каждом участке старались как-то по-своему порадовать избирателей. Здесь заработали ярмарки, распродажи, вернисажи, а на участке номер один даже звучала живая классическая музыка. Несмотря на ранний час, работы у представителей комиссии было достаточно. Люди шли, что говорит об отношении берестейцев к важному политическому событию. Международное наблюдение, оно концентрируется на оценке трех основных показателей. Первое – это то, как проходила кампания для кандидатов, то есть было ли все достаточно открыто и удобно для того, чтобы они могли вести свою агитацию, донести свою позицию до избирателей. Второе – это организация работы избирательных комиссий, то есть то, насколько работа комиссии соответствует закону и установленным процедурам. И третье – это результаты голосования, правильность подсчета голосов и то, насколько итоги голосования отражают реальную волю избирателей. На сегодня мы можем заключить, что по первым двум показателям оценки как минимум 4 с плюсом, а то и 5. Я сам был свидетель на то, как вчера проходила агитация в последний разрешенный день. Действительно, все кандидаты могли это сделать. Я лично получил листовки, послушал разных кандидатов. То есть никаких препятствий к проведению агитации не было. Соответственно, мы уверены в том, что компания проходила честно, открыто, с полной конкурентной возможностями для каждого из участников. Поэтому ее результаты должны отражать волю избирателей. 132 участка принимали людей. Они были расположены согласно принципу территориальности, чтобы каждый гражданин имел право прийти туда, где ему будет ближе, согласно адресу прописки. Программы кандидатов были озвучены заранее, поэтому у людей была возможность выбора, за что голосовать. Кто-то во главу угла ставил социальные вопросы, кто-то общеполитические. На пенсионеров обратить внимание, на студентов обратить внимание, на школьников обратить внимание, чтобы была работа, было спокойствие. Как человек уже зрелый, я прежде всего голосую за стабильность. Не хотелось бы, конечно, никаких революций, потому что мы уже в 90-е годы жили в интересное время. Своим детям я, конечно, такого не желаю. Но мне кажется, что все кандидаты, которые принимают участие, достойны, но уже поработали, конечно, на этапе предварительного отбора. Поэтому думаю, что есть выбор на каждом участке. Активное голосование проходило и в Ленинском, и в Московском районах. В городе не было ни одного безальтернативного округа. По каждому в депутаты баллотировалось от двух до семи кандидатов. Стоит отметить, что многие воспользовались возможностью отдать свой голос досрочно. Это порядка 30% от общего числа избирателей. Однако есть и те, для кого участие в политической кампании важно именно в день голосования. В первую очередь о долгом рождении на Республике Беларусь. Мы будем выбирать в парламент людей достойных, уважаемых. От них ждем хорошей работы, чтобы жизнь наша еще лучше стала. Вот поэтому мы идем. Я не впервой на выборах в Республике Беларусь. Мне приходилось принимать участие уже тоже наблюдателем в 2016 году. Впечатления самые благоприятные. Хочу сказать, что у вас прошла серьезная подготовка. Мы вчера уже смогли посмотреть, как Беларусь чувствует себя накануне выборов. Сегодня участок открылся вовремя. Я думаю, что выборы пройдут у вас без каких-либо серьезных проблем. Вопросов по легитимности выборов, я думаю, тоже не возникнет. Желаю всем и избирателям сделать верный выбор и тем, кто выставил свои кандидатуры в случае победы, хорошо поработать на благо своей республики.